Обход начался с улицы 40-летия Победы. С первых минут Юрий Поляков дал понять, брешь в бюджете оставляют не только те, кто самовольно использует муниципальную землю, но и те, кто игнорирует нарушения. За использование земельного участка пусть они в бюджет платят деньги, если они его используют. Логично или нет? Ну пожалуйста, а занимать? А что, договор есть аренды? Земли, значит это все не санкционировано. Управлению ЖК Хайзеленстроя указали на их недоработки. Необходимо устранить провалы в плитке, восстановить вытоптанные клумбы и обновить проживевшее ограждение. Проведенная за последние дни управлением торговли и полицией работа по демонтажу нелегальных точек дала результат. Нарушителей стало на порядок меньше. Уже сегодня надо принимать решение на будущее. Эдуард Викторович, по торговле будете рассматривать. На следующий год ни в коем разе, ни в каких улицах не ставить. Вот есть пятак? Вот здесь можете мороженое поставить, тут воду. Все! Больше ничего не должно нигде быть. Территория от маяка до тренажерного сквера – рассадник стихийной торговли. Ограждение санатория срезано, а вдоль фасада вольготно выстроились торговые ряды. Не санкционировано от торговли. У вас договор есть в маяке? Да. И что? В договоре написано, что можно забор срезать и встать в заборе, да? Или маяк вам какую-то территорию предоставляет? Так может это не здесь все находится? Нет. И вновь серьезные претензии к городским службам. Муниципальная земля захвачена, а предназначение сквера просто уничтожено. А действенных контрмер нет. Маяк на особый контроль. Послушай, хватит судиться тут. Вы будете судиться тут до белых мух. Вам лишь бы лето прошло как-нибудь. Значит надо с ними. За использование земли они должны, во-первых, бюджет заплатить деньги, ну и так далее. На протяжении всего маршрута Юрий Париков давал поручения, суть которых – расторгнуть договоры с уличными торговцами и освободить набережную от рынка. Наша муниципальная земля? Давайте рассмотрим, забор поставим тогда там, отгородим, баннер оповесим. Ну что это такое? Глянь, посмотри. Уже в предстоящую среду, 30 августа, исполняющий обязанности главы Анапы ждет от городских служб отчет о результатах выполнения его поручений.